всем привет еще раз и снова 4 декабря 2020 года день пятничный кого-то крайне рабочий на этой неделе кого-то 1 разрешите представиться у кого 1 все больше месяца пролетела как один день я вообще не знаю 22 года вижу командировка нам плюс-минус и каждый раз ближайшего невозможно к этому привыкли наверно и хочется ехать и все равно вот я скребет но это скребет вот до первого как говорится до первых десяти километров сейчас выйдешь за город или все все пойдет войдет в колею дальше все будет нормально вопрос но пока мы едем встречать кормилицу вместе с михао владимировичем они уже здесь должны быть по всем законам жанра стоит время у нас уже пол двенадцатого дня он ждет так что нам сейчас сейчас мы перегружаем вещи и продукты все как положено обнимаемся со сканией забираем михао владимировича поедем его покормим хорошо захочет покупаться покупаем не сам покупается вот съездим пройдем медика у меня же путевка отсюда начинается привет чумазенькая съездим пройдем медика и двинем все остальное куда мы двинем чего ну голосование у нас идет смотрю так вроде ничего проект вроде бы как пока получается если все получится то мы тут разведем в традицию на об этом позже пока пошли вы не знаете где михао владимирович смею предположить что они имеют честь спать на спальнике сегодня в 4 утра поднялся принципе я тоже сегодня в 4 утра поднялся человек отдыхает что обойдем посмотрим потом будем будить да вот видите у нас колесико нет одного выстрелила у мишани вот стоит запаска здесь с этой стороны чумазенький чумазенький ладно не будем мы его камеры смущать сонного в общем час перегружаемся туда-сюда поедем как я уже говорил сделаем пройдем медика пообедаем и все и двинем а все остальное по дороге расскажу но вернее не совсем все до воскресенья интригу сохраняем потому что у нас идет голосование короче все давайте делом займемся дом милый дом до свидания я не знаю вот что научит меня нет я не знаю у меня не получается почему-то выехать когда я запланирую время 10 минут пятом только-только вот выехали на мкад и начинаем двигаться сторону москвы а вот зверище они очень крепко спали я очень добудился вот стоял 5-5 минут молодцы вот тут не хотел просыпаться правильно рано стал у меня вся ночная работа была все границы в ночь все в ночи все растаможки все-все в ночь я как-то это как тут код ночную жизнью не год а кто эти там по ночам вам спал ночью работа бывает иногда вот а да такой заезд месячный был интересный ты кстати да ну-ка давай-ка изобрази чего-нибудь по литовски а это не ко мне почему ты три раза за месяц быть в литве и ты ничего по литовски ник спештейн вообще уже должен был язык знать лучше литовцев что-то как-то попадались одни русскоязычные ужас как карацию можно выключить чё рассказать чем мы везем то мы везем 13 полет пищевых добавок какую-то химию для чего и куда я не скажу и нет потому что просто не знаю пищевые добавки не могут быть натуральные наверно а может и могут понятно то наш у нас небольшой да я так понимаю здесь судя по датчику на тонн 11 прибавить и линейки щиты понятно 10 тонн нормально по документам 10 документам 1050 ясно 16 15 сейчас сами видеть минск пятница окончание рабочие дня до и недели народ разъезжается ну и мы погнали чё какой план такой план план один завтра утром надо быть в ногинске на таможне ой не на таможне господи на скане и сервисе завтра на 8 утра у нас запланировано т.п. поэтому дел много на выходные запланировано эти стеклышко вот трещинка маяк еще больше большая сама и нижняя там я смотрю полезла но потом поближе покажу там кто-то звонит я даже знаю кто супруга звонить это святое вот мы и за городом цена даже немножко снежок самое главное основное в этой фразе слова немножко вообще на улице мерзость 0 и трища такой так так что вот хотел сказать короче есть у нас уже все план сегодня 4 декабря есть план где куда мы едем уже все загрузка взята но до понедельника мы пока это дело сохраним в тайне не знаю когда видео выйдет возможно раньше понедельника но пока подержим в тайне потому что у нас идет голосование вот везем на пищевые добавки растаможка черноголовки по-моему на мишу надо черноголовки а выгрузка в Томилинг Томилинг деревня какой-то вот ну это все таможнито на понедельник на выходные самая главная задача нам нужно сделать ТЭО уже немножко перепробежали но здесь в силу объективных причин то не получалось то не попадало то не совпадало то еще что-нибудь то хлеб сырой то дети плачут короче то мы немножко зацянули хорошо держимся правее через 100 метров на москву сегодня у нас задача вечерняя ночная одна до 6 пройти москву пропуска у нас так нет до сих пор нам нет он не нужен смысла в нем в принципе нет и попасть в Ногинск что как будем делать как будет получаться посмотрим пока вот на М1 сейчас так скромненько выползем никому не мешать пока на дороге не скользко выставляем наш адаптивный круиз-контроль которым мы наконец-то научились пользоваться так и хочется сказать фразу а чудо можно было до этого погнали все остальное дальше по пути по ходу дела развязка на аэропорт все притормаживают сразу же 64 идут впереди этот вот бензовозик еще и она сразу же скоро сбрасывает сейчас мы перестроимся и пошла разгоняться уже 120 пошла маленькая то есть я педали газа сейчас вообще не касался так у нас сейчас такая небольшая задачка стоит надо штучки 4 липучек собрать вот это что приборы у нас висят потому что будем лобовое менять а без потом ну потом просто не прилепишь их у нас тут транспортники наши белорусские байтон когда-то нет он стоят вот сейчас заправка е100 интересно здесь есть белтол нету там где-то сервис болтоватский там нужно заехать взять эти липучки которые вот эти приборы чтобы лепиться у нас там еще словацкий славянский она тоже должна быть шерда белтол нету здесь нету значит заезжать него там-то на границе точно можно заехать там же четыре штуки наверно вряд ли дарут это хотя бы чтобы четыре в запас было а решим проблему как не такая уж она и глобальная я думаю решаемой здесь у нас беднее наверно на этом бил нефтехимии нету наверно на следующем есть а может и на этом нефтехимии нету мы можем на этом байло понимаешь сейчас посмотрим должна шильда стоять мне кажется по моему первая белту лавская по этой стороне за борисовым нету нету видишь сервиса белту о пин флойд нам звонит все у нас уже почти совсем темно вот борисовская развязка крайне то есть стороны москвы то первое вспомнил сейчас вот за ней с правой стороны там белник тихим будет сто процентов белту есть за скотчем мадзары спешат один вон только что обошел на рефе сейчас вот второй не подождите стоп это не это не мадзар такой же там мадзар извиняюсь перестраиваться собирается не мадзар во всяком случае прицеп прицеп мадзарский правда все написано по-русски давай заходи не наверное скорее всего там головы не менгерский я думал это стоянка уже не живая не еще что-то тут топчутся что горит слово парки тут сколько ездили тут постоянно висела там сдам в аренду продам наверное сейчас висит до продажа комплекса так до сих пор и висит так до сих пор его никто и не купил а вот наш этот сразу вот шильду вижу вот белтов вспомнилось сейчас заедем заодно и по кофейку и не возим кофеек да можно все что угодно нам до границы я сейчас полезу под подремлю немножко потому что у меня прям вырубает укачало а вот хотят спать понятно днем надо спать ночью надо работать что вы говорите ладно я кофе не будет у меня в бане это что а это конвой пришел конвой конвой пришел здесь наверное поедем стояночку ставим заодно уже 15 минут паузу открутим можно пары протереть вот так вот красиво сделали по фэн-шую короче в шоке короче вот чтобы получить вот эти вот две штучки вот они две липучки нынче проводят целую спец операцию вносят в компьютер все это дело чаще раз в месяц их получить нельзя фурдом я говорю как давно раньше бери не хочу сколько хочешь если есть нет говорит нельзя уже сколько сентября вроде бы охренеть вот это да минут пять она там не мозг выносили говорит пока номер записали пока то пока сё фига себе ну будем знать теперь сейчас просто не возьмешь вот так что имейте в виду если кому нужно будет вообще с прибором нужно идти пойдем помоем наши лампочки фары и поедем больше значит заезжать никуда не будем все равно нам больше липучек не дадут а фига себе сколько их не поехало прям цвета музыка на дороге наверно какого-то бугра повезли но вряд ли самого главного самое главное у нас на вертолете летает кто-то нам звонит без пятнадцати восемь мы на границе ценится масштаб трагедии в плане встречного ветра вот с минской сюда расход тоннаж 10 тонн а расход у меня сейчас 29,4 это вот он только-только сейчас упал так вообще расход был 29,8 29,9 вот видите такой ветер встречный а вообще не едет хоть ты выскакивают толкать сзади михаладзюша предлагал говорит давай я за руку сзади и сзади подталкиваешь уехал я говорю да ладно уж как-нибудь так доберемся если серьезно то нифига не едет такой ветер встречный что здесь контрол и контрол какой мытня таможенники наши есть такое в последнее время тоже слышу что они как-то давно я не видел сейчас устраивают иногда рейны амувайку всякую ищут кто прет вот что тут он по 100 рублей в россии амувайка у нас 5 рублей а он там по 50 да ну я не знаю как так оптом ну а 100 рублей российскими это нашими 3,30 оптом я думаю да там еще дешевле возьмешь и потом только лицевой в минске стоят по 5 рублей и продают вот это я думаю не не без этого так ну что казино только сверкает работать я думаю что он наверное не работает сегодня шоу какое-то рекомендует завтра какое-то шоу заезжайте нет стоят какие-то машины там есть что сейчас что нам погранцы сейчас скажут скажут сейчас плотом потом сейчас еще пока желтеньким светится сейчас загорится зелененький должен должен вот она российская физрация последний поворот синчурой синчурой и все вот мы и в россии сейчас контроль проходить не будем колейка на паспорт колейка три машины стоит всякая 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 что вот спрятать что это за самая наглая там гротницкий с атром я думаю что сейчас что-нибудь скажет потому что мы вдвоем один поехал так вопросом бы не задавали да нет он всех подряд останавливать легковую в сторону легковая на то она легковая не паспорт не паспорт не пригодится конечно и тут тоже кого-то тормозят короче паспорт нам не понадобится даже не посмотрели каждый раз каждый раз по разному вот колейки быть априори сегодня но ее нет сейчас посмотрим что нам эти о платон мистер платон ш ш ш сейчас таможенники будут таможенники наверное тут да да готовим документы сейчас будем ну естественно само собой сюда нам не нужно готовьтесь к правому повороту через 800 метров так что здесь ну здесь небольшая колечко походу постоим потолкаемся чуть-чуть сегодня пятница я думаю тут таможенники сегодня всех досматривали вообще нас случится проверка документов сейчас подъедем посмотрим ребята принимают ну вот подъехали сколько на следующем повороте резко поверните направо что-то кто-то за сетку едет кто куда что-то таможенник тут что-то там проверяет а так что-то пробивает может это спрашивают на какую границу едет может пробивает я не знаю в Рудни примерно так же было что-то вот на нас направил телефон какой-то какой-то ноу-хау в Рудни было то же самое снимали то же самое да снимали на эту самую какую я два раза ездил видать может быть спрашивают то что не зря спрашивают на границе когда в беларусь заходишь это через какой погранпереход ты пойдешь ты же говоришь красную горку в Рудни пойдешь но если ты ты должен именно этим переходом же идти но если ты передумал то что блин я не знаю значит надо было таможенные органы вставить я не знаю взял бы документы в руки да еще и правила сприл бы так что там может не знаю ванна вовсе поедем туда все почему уже в России сейчас снова были тормознем туда сюда 5-10 минут долго стоять не будем симки там перекинем карточки и покатим на следующем повороте поверните затем на следующем повороте поверните понеслись уже трендычихи курицы разогнались приехали мы на заправку на петров тут смотрите тут все одна гиртека тут все в гиртеке все у него он заправляться или подожди тоже заправляться куда-то поем что он подтянулся или что вообще я так понял он не на колонне я я не знаю куда 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 туда стоишь я стою туда они все сюда едут куда все мы просто подумали что ты на отблю стоишь на колонне на колонне так нет вопросов езжать я потому что выживут легковые нечего им тут делать короче видишь что тут творится гиртека перекрыла все оккупировала пятница они все идут с москвы и все сюда на заправку короче придется нам маленько постоять здесь назад лучше сдать так недолго мы постояли минут десять наверное льем сначала этот бак потом тот здесь все и сзади опять машинами все заткнуто одна гиртека да а блю не заливали сейчас там потом заедем зальем поток гиртеки не уменьшается заправились заправились плюс запомповали на этой второй колонке все битком все днистры заливали сейчас только надо как-то развернуться развернуться я не понял где тут разворот на перекрестке поверишь там нет поворота налево а там эти стоят стояли мы же сюда ехали нет крутимся и не знаю проехать вперед там развернуться проехать вперед далеко развернуться ну в пять да ну вот сейчас здесь повернусь направо на Невельском здесь да ну да велиш то есть велиш нет уехали нет уехали ну и сюда крутимся и а 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 автобус так что поехали никого нет никого как бы удачненько огонь все время 10 вечера еще все заправились холодным топливом что ли что парить начали вон 6 градусов когда она успела остыть на них погнали все этого ужинать никаких самоварах речи быть не может терпеть не могу эту часть табора это тематин эти что делается катастрофа катастрофа не езда одно мучение но трудно трудно что стукла на что в ту сторону что в эту что на москву что ли не стоит без мушкович без мушка ящик без мушками без конфет сейчас на зло заеду и куплю за заедите а вот не поеду все ладненько стало заехать покушать и потом еще чего нам сделать а баллон заехать да у нас сейчас первое нет баллон сафоновым а точно ес и через семь километров мы сейчас будем опять установку делать зачем каких девасах а где баллон сафоново заправляем диваса каких девасах и никто баллон за васах не заправлял ты знаешь ты баллон дивасах заправлять слева там заправку или нет ты не в дивасах это сафоново дядька сафоново разве заправляют конечно ты потерялся малость поехали я тебе покажу напомню и сафоново сафоново так что поехали ужинать что как балл жены как и совсем работать не хочется почему-то уже кто придумал это дурацкое слово надо на следующем поворачьем маленькое противное а Михаил Владимирович не знаешь я говорю маленькое противное слово я уже спать был продолжайте движение и что у меня как не получается как не еду с дома на работу постоянно сразу как-то так вот проедете 290 километров я обдуманно резко начинаю трудиться так же нельзя резко начинать как и резко заканчивать каждый раз почему-то надо время без носите 12 уже а ехать нам еще 392 километра как бы это пол беды беда в том что через еще 300 километров домкада 300 километров 4 часа а еще его нужно пройти на все про все это все надо сделать до 6 утра так же так же поэтому надо ехать иначе потом в принципе субботу можно и по 107 но зачем толкотней заниматься иначе 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 кто он назовите этого негодяя сэр вы трел вы не умеете держать язык зубами запеклишь придется заправим баллончик и по идее все из запланированных остановок больше вроде как нет то есть есть меня нет я точно не могли бы мне в саратов отвезти саратов долго долго в москвы дольше дорого говорю дорого потому что дорого это точно как это фильме блокпост или как это назвать патроны там тут долго так мы туда не завернем туда там стать негде можно завернуть в принципе не хочешь ходить гулять далеко холодно давай завернем потому что разворачивал как-то разворачивался еще эти стоят да а вон за перекрестком ну я и говорим сейчас катасофонову в сторону москвы работает машинка ну и он в маленьких трясут здесь вот надо как-то наверное куда-то задом сдать ну что у нас же причем уже сюда даже знак убрали вот видишь с правой руки ломать ладно сейчас сюда сломаем назад готовьтесь через 750 метров не знаю машин нет может остановочка у 2 москвы это машинок от самой границы уже спасибо по фига себе надо чуть-чуть получше стать покрасивее стану выехал на дорогу и задом туда сдал блин чем еще и никому мешать не буду что сегодня банку да да дорожку подсветим об снежок и тот какой-то что ли сейчас баллончик заправим и все решение садит малость пару ли малость наверно дремоненко работает обращать внимание что у нас там спальники когда вдвоем там полный кавардак машинка да она не за перекрестков там стоят а